Что такое женское предмахерство, почему это важно, такие неожиданные выводы, которые вы выяснили, и вот что мы хотим сделать. Вот просто первый слайд. Вот, это график того, насколько у нас люди трудоустроены по полу. Мы видим, что у нас вот как-то получается, что женщины, они очень меньше половины делают всего трудового вклада. То есть по статистике, по аналитике, которая была сделана, у нас точно, что меньше 50% женщин у нас трудоустроены вообще. У них есть, у меньше половины из них есть какая-то работа. Оказалось, вот такая интересная тенденция, и вот вы видите, что у нас график такой вот 20-30 лет, очень низкий, 30-40 где-то в таком же. И вот после 40 он более-менее выраживается. И где уже идет более взрослый возраст, и у нас остается больше женщин. Это мы связываем с тем, что у нас мужчина занимается в основном очень физическим трудом, а после где-то проходит 40-40-50 лет, они уже эту физическую трудность сильно работу теряют. Большинство женщин у нас работают в сервисе, сервис не требует обычного такого большого физического труда. Плюс еще у нас выше продолжительность жизни для женщин. У нас пущено в основном, именно они чаще всего, скажем, употребляют алкоголь, табак, ездят на очень высоких скоростях и так далее. Это вот такая операция, в которой мы отталкиваемся. Это номер один. Номер следующий слайд можно. Потом мы выясним, что же чаще всего делают у нас люди, которые непосредственно как сами трудящиеся. Вот если вы взяли топ-бизнесов, это вот первое – это торговля. В основном, это что-то типа, знаете, назвать магазинчик «Алтенайт», маленький такой, где-нибудь у себя на районе. Номер один. Номер два – это, скажем, услуги красоты, текстиль это шеет, кафе, имеется в виду какой-то, знаете, от пирожков пилишей до какой-нибудь маленькой столовой. Ну и маленький среднеквалифицированный труд. Вот это основное, что у нас делают больше всего. Но вот его самые большие недостатки. Во-первых, это высокая конкуренция на низком маржинальном труде. То есть если, скажем, женщина занимается тем, что она шьет, есть куча других таких же женщин, которые делают это же самое, и они очень маленькую прибыль получат. Маржа на этом очень низкая. Те же самые магазинчики «Алтенайн», «Джипек» и так далее. То есть они всегда делают очень маленькую наценку. И они могут получить очень маленькую прибыль. Потом, как оказалось, такие вещи ссуют менее трех лет. И у них очень низкая добавочная стоимость. То есть они не предоставляют никакого большого инновации. Бизнес – вкладывающую стоимость. То есть если, скажем, женщина занимается тем, что убирается где-то, подгнетает, то в конце концов у нее есть физическое истощение, ее, скажем, швейная машинка может сломаться, ну и так далее. Потом имеют, оказывается, очень интересную вещь. Люди имеют два-три источника заработка, и они не делают карьеру. Как это выглядит? Это выглядит следующим образом. То есть они делают сетку. Скажем, она не смогла заработать деньги тем, что занималась реставрацией одежды, и она начинает идти убираться у кого-то. То есть видите, они делают такую сетку. Конечно, это спасает им от голода прямо сейчас, но, к сожалению, это не позволяет им построить подъем. Вот с таким проблемой они, оказывается, столкнулись. И потом стало интересно, во-первых, что же происходит с женщинами? То есть почему они не так ярко, не откуда, то есть их мало в экономике? Почему они не могут устроиться на работу? Возможно, им не хотелось бы этого делать. Просто хотелось бы быть, я не знаю, бухгалтером, иметь средний достаток. Почему не происходит? И тогда вот в рамках этого я просто сделал такой простой эксперимент. В течение двух недель я сказал своей маме, своей сестре, сказал ей-же, мам, вы по дому ничего теперь не делаете. В течение двух недель я буду все делать. Мне пришлось после работы приходить убираться, стирать, готовить, ходить за продуктами. Да, вот это все вещи. В среднем у меня получилось, что в неделю я потратил на это где-то около 12 часов. Но есть два больших таких вещь. Первое, я немного жульничал, я покупал, заказывал еду. И иногда лень было готовить, поэтому я закатывал. Номер один. Номер два, у нас нет детей маленьких. Поэтому у меня получилось где-то 12 часов. Еще надо делать прикидку на то, что я жил в центре города, у меня есть пылесос, у меня есть сало, стиральная машина. Я не знал, что это такое круто. Поэтому у меня вот эти все вещи быстро реализуются. Но что же выглядит для обычных женщин? Вот если мы увидим вот этот пирог, то мы увидим, что на эту взяли статистику поезда ООН. Потом среднестатистическое вывели, которое есть для города, для села и так далее. То есть для села выяснилось вот такое дело, что домашние дела для женщины, которая живет в нибудь в селе, скажем, как он в рубачове, будут большим проблемом, потому что у нее может быть домашнее хозяйство, у нее есть дети. Они в основном могут быть, скажем, до школьного возраста и тогда ее домашние дела занимают больше половины времени. И у нее остается на работу где-то 20% времени. И при этом еще есть следующая проблема. У них получается время, как швейцарский сыр. С десяти, скажем, до двенадцати, с часу до двух, а потом с шести до семи, скажем. Вот кто в таких условиях как-нибудь наймет этого человека на работу? Условно получается неудобно. Это раз. Второе. Самое большое, что это отмечает, это сделали исследования тоже в международупадках и так далее. То есть в бедных странах, таких как Непал, Малайзия, Пакистан, Марокко, Латинская Америка, оказалось, что есть большая такая связь. Вот если есть где-то child care, то есть там детские сады, женщины оказывают, у них ослуждаются время, они начинают работать. Какой-то товар, ну что-то на это похоже. И мы видим вот эту статистику, видите, 7-6% у нас на школьном образовании не охвачены. 24 охвачены, но они находятся в городе. И именно те люди, которые как бы чаще все страдают, экономически самые уязвимые. Потому что у нас почти 60% людей находится за чертой бедности, у нас 60% людей находится где-то в сельской местности. И именно этим людям вот это дошкольное образование было бы выгодно, потому что она могла бы оставить своего ребенка в детском саду и заняться чем-то, чтобы вот как-то заработать. И мы еще видим, что проблема такая, что у них нет дополнительного образования. Ну то есть образование вообще доступ сам по себе. Имеется в виду так, для таких сельских местностей у них, к сожалению, нет возможности зарабатывать или их экономика не потратить, чтобы зарабатывать, скажем, таким способом, как в городе. Потому что в городе вы можете быть, скажем, фрилансером, работать на какую-то иностранную компанию и заниматься удаленно работой. Для большинства сельских людей, к сожалению, такой опции нет. Им работа такая, традиционные бизнесы. Для традиционного бизнеса все-таки нужно, чтобы человек что-то умел, знал и плюс у него уделялось на это время. То образование, которое сейчас есть представленное в форме дополнительного образования оказалось зарегулированным, неэргономичным. То есть она говорит, что вы должны прийти, скажем, с 12 до 4, послушать 72 часа. Но, как я уже сказал, из-за того, что у него есть домашний два, плюс швейцарский сыр, у него это не получается. Ну и контент по форме тоже. То есть он может научить его тому, что, скажем, было актуально в Советском Союзе 80-х. Или, скажем, для Калинистана 90-х, но не к тому, что есть сейчас. И вот следующий слайд. Как оказалось, вот это изменение кривого предложения, чисто экономическая составляющая. Вот если у нас будет три фактора неценовых, которые могли бы появились, вот как по-вашему изменится этот график. И это первый фактор – это школьное образование. Второй – это пункт образования. Третий – доступ к рынку труда. То есть, поскольку мы не Афганистан, но в Афганистане, например, талибан запрещает женщинам работать, поэтому третий пункт в Афганистане не получится. У нас этого нет. То есть, женщина у нас работать может. Если мы добавим первый и второй, то у нас вот этот график из S1 может уйти в сторону S2. То есть, мы, не привлекая дополнительных денег, ничего такого не создаем, можем сделать так, что у нас больше женщин может работать. Это раз. И это увеличивает потребление. Тут маленький пример такой. Как это выглядит? Сейчас вот у вас, наверное, можно знать такую коллегу, ее зовут Екатерина Катрикадзе. Она журналист из телеканала «Дождь». У нее есть трое детей, да? Она работала в Москве, и она была на декрете. У нее есть дети, и там им три и пять лет. К сожалению, она вот видите, то есть она журналист, она могла бы работать, но она все-таки мамой тоже же хочет быть. Да и поэтому как-то была сложная дилемма. Но у нее появилась такая человек, ее зовут Айнура, которая была ее нянечкой. И вот она некоторое время с 12 до 6 занималась все детьми. И как раз в это время, Екатерина, обладая всем знанием, начинала работать. И у вас получается теперь, если бы нянечки не было, то Екатерина не смогла бы стать журналистом и работать. А так у вас получилось, и Екатерина стала журналистом и работает, да? И Айнура получает некую деньги и отсылает этого. То есть, мы видим такой же тендент. Здесь у нас больше женщин будет работать, они смогут в этом участвовать, у нас экономика вот так вот, по тихонечку увеличивается. И второй слайд. Вот. Ну это следующее тоже интересное исследование. В этих же странах, как я сказал, Балайзия, Пакистан, Багмадеш, они взяли деньги и просто дали экстра деньги мужчинам и женщинам. И они поинтересовались интересно на что, кто их потратит деньги. И вот мы видим, что в основном мужчины тратят их на одежду, аксессуары. Потом они потратили на алкоголь и табак. Третий, если у них есть автомобиль, они потратили что-то с ним, не знаю, колеса, моторное масло, побык, и т.д. И третье, они потратили на развлечения. Это типа куда-то сходить, поесть и т.д. Вот такая тенденция потепления у нас. В то время как женщины потратили их на следующее. Это продукты питания, в виде комментов, образования и добра. То есть мы видим, что при вот таком подходе, если у нас женщины как раз будет больше работать, они создают такие вещи, которые решают большинство вопросов. Потому что у нас на данном моменте сейчас правительство пытается больше денег потратить на какие-то социальные вещи. Но это очень хорошо, мы это абсолютно поддерживаем, но тут вопрос остается, насколько это быстро дойдет до адресата и будет ли иметь тот эффект, который есть. Такое решение, как мы видим, оно снизу и вверх идет, оно точечное и оно быстро стоит. То есть каждая женщина точно знает, что ее детям нужно. И в принципе вот к чему мы пришли. Женское предпринимательство, если мы до этого добиваемся дошпольного образования, дополнительного образования, у нас больше женщин становится в их экономике, у нас есть вот женское предпринимательство, это увеличивает рынок труда, это приводит к такому развитию экономики, потому что у нас начинается больше потребление. Ну и это сокращает бедность. Вот в принципе почему женское предпринимательство так актуально и необходимо. Спасибо.